Внимание! Говорит и показывает Вена. Мы ведем нашу передачу с чемпионата мира по хоккею. В решающем матче встречаются сборная Советского Союза и хоккеисты Швеции. Впервые репортажи со столь крупных соревнований вел олимпийский чемпион Евгений Майоров. Он вместе со своим братом Борисом продолжает разговор о хоккее. Ну и этот матч состоялся в 1963 году, первенство мира в Стокгольме. После многолетнего перерыва сборная Советского Союза стала тогда чемпионом мира. Конечно, все телезрители прекрасно помнят этот матч, но особенно памятен он нам с Борисом, так как мы стали чемпионами мира впервые в жизни. Вот, пожалуй, решающая шайба в этой встрече. Вячеслав Старшинов с подачи моего брата забивает четвертую шайбу в ворота канадцев. А последние минуты матча, мне кажется, больше переживал Борис, который находился на площадке. Да, на последней минуте, буквально в секунду за 25 до окончания встречи, наша команда осталась вчетвером. К этому времени счет был 4-1 в пользу сборной команды Советского Союза. Тренеры выпустили на площадку меня и Славу Старшину, и сейчас, не помню уже, кого-то из защитников. И настолько у нас было большое желание отстоять свои ворота, не дать возможности канадцам забросить в них шайбу, что Старшинов невольно нарушил правила. Телезрители, если внимательно смотрели, могли видеть, как он подгребает шайбу под себя, что правилами хоккея запрещено. Но, тем не менее, канадцам в оставшееся время удалось забить только одну шайбу, и результат 4-2. Разница в две шайбы как раз нас устраивал. Мы стали, как уже Женя сказал, чемпионами мира после семилетнего перерыва. А многие из нас стали чемпионами мира впервые. Конечно, очень приятно посмотреть такие кадры, воспоминания 14-летней давности. Но, к сожалению, в этом году сборная Советского Союза второй год уже подряд уступила звание чемпионов мира. И вот вспоминается в связи с этим матч последний, когда ситуация была приблизительно та же. Борь, вот ты находился в Москве, что ты чувствовал перед игрой? Ну, честно говоря, у меня не было сомнений в том, что наши выиграют. Поскольку я не помню случая в истории мировых чемпионатов, чтобы наши проиграли подряд два матча одной и той же команде. Ну, в данном случае шведам. Потом не могли наши не извлечь уроков из поражений накануне от сборной Чехословакии и от сборной Швеции. Поэтому я сел к телевизору в полной уверенности, что наши выиграют. Мне кажется, вот в этой команде, которая выступала в Вене, по сравнению с той, которая выступала в 63-м году, почти что ли не нашлось хоккеистов, которые смогли бы, мне кажется, зажечь команду. За исключением, может быть, Бориса Михайлова. А вспомни, в то время, в 63-м году, почти все были такие хоккеисты. Эдик Иванов, Рагулин, Старшинов. Мне трудно об этом судить. Почему? Ну, ты сам знаешь, что надо быть в той обстановке, в которой проходит матч. И надо быть в команде для того, чтобы судить о таких вещах, как наличие или отсутствие лидеров. Но вот одно обстоятельство, на мой взгляд, сыграло одну из важных ролей. Дело в том, что в 63-м году мы все были молоды. И одно поражение, еще одно поражение нашей сборной на чемпионате мира, независимо от того, кто бы занял, так сказать, первое место там, это, на мой взгляд, тогда бы не было трагедии советского хоккея, потому что тогда мы в течение семи лет не выигрывали чемпионаты мира. А здесь ты боишься, что наши ветераны, так сказать, те, кто уже давно выступал на чемпионатах мира, просто испугались проиграть и морально не были готовы. Не испугались, а просто тяжелый груз ответственности был для них. Очень велика была психологическая нагрузка. Молодежь ее как-то воспринимает легче, чем те, кто уже многое знает. Молодежь, особенно те, кто впервые выступает в чемпионате мира, они меньше на эту сторону обращают внимания, потому что они еще не знакомы со славой, допустим. Они не знакомы с поражением. Раскрепощенность. Да, они чувствуют себя очень раскрепощенными в этом плане. И вот этот настрой на решающий матч, он создает фон, на котором команда может успешно выступить. А у ветеранов, наоборот, они все это уже знают. Знают, что такое поражение в ответственном матче, знают, что такое победа в том же ответственном матче. Поэтому на них психологическая нагрузка легла очень и очень большая. И, естественно, если вспомнить матч этот последний, игра вышла из того русла, в каком привыкла наша сборная его вести. Сбились на индивидуальную игру, не могли пробиться сквозь глухую оборону шведов. И, короче говоря, матч был пройден. Вот много очень сейчас разговоров ходит о том, что в наше время вроде бы сборная была сильнее. Я вообще с этим не согласен, потому что мастерство хоккеистов постоянно растет. Вот там и хоккей сейчас стал несколько другой, он и жестче, правильно? Да, безусловно. Затем и скорости выше, индивидуальное мастерство, даже какие-то приемы технические новые у хоккеистов появились. Но что касается мастерства хоккеистов, то я согласен, что жизнь не может стоять на месте. Поэтому все, так сказать, развивается, движется вперед. И если вспомнить нас, молодыми, то мы играли хуже в 18-19 лет, чем играют сейчас. Правильно? Вот мы обращаем внимание сейчас на Сергея Макарова, допустим, челябинского хоккеиста, молодого нападающего. Он 58-го года рождения. Очень хороший игрок. 19 лет ему всего. Разве в 19 лет мы могли играть так? Нет, конечно. Поэтому все это относительно. И я бы не сказал, что сейчас играют хуже, чем когда играли мы. Может быть, было больше выдающихся хоккеистов в те годы. Может быть, тогда была как раз плеяда таких игроков, которые составили сборную команду. Она не знала в течение многих лет поражений в официальных турнирах. Бывает такое стечение обстоятельств. А в общем уровень хоккея, конечно, безусловно вырос. Один из главных резервов нашего хоккея – детский турнир на приз «Золотая шайба». Любо дорого смотреть, как с упоением играют наши мальчишки в хоккей. Но не будем забывать, что юным хоккеистам нужны и клюшки, и защитная экипировка, и красивый радующий глаз формы. И, конечно, внимание опытного наставника. Да, в юношеском хоккее много проблем, и решать их нужно как можно скорее.